Сегодня сотрудники МОЗ Водоканала начали подготовку к весеннему половодью. На Истринском водохранилище убирают мусор, чтобы он не попал в воду и не испортил ее качество. Специалисты также делают замеры снежного покрова. Пока он ниже средних многолетних значений. Это значит, что паводка, возможно, удастся избежать. Тему продолжит Юрий Беспалов. Генеральная уборка в водохранилище, говорят работники МОЗ Водоканала, необходима. За зиму тут скопились горы мусора, которые являются угрозой для экологической безопасности. В бутылке, что поели, всякие пакеты, газеты, бумага. В том, что водоем может превратиться в загрязненную зону, специалисты винят рыбаков. Они оставляют тут не только обертки и бутылки. Были случаи, когда забывали буры и даже палатки. Сами любители рыбной ловли не скрывают, что устроили тут настоящую свалку. Однако исправляться пока не спешат. Конечно, вставляют мусору много. Почти каждый, наверное, скорее всего. Кто вот кормит, на лунках у всех газеты лежат и мешки. Благодаря морозной погоде лед на водоеме не становится тоньше, что облегчает работу уборщиков. Они могут использовать снегоходы, чтобы доехать от одного берега до другого. За час сотрудник Мосводоканала собирает вот такой пакет мусора, а за смену получается целый грузовик. Если бы уборки не было, то на льду скопились бы тонны отходов, а во время оттепели все это ушло бы на дно водохранилища. Водоем является источником для водоснабжения большей части Москвы. Работники предприятия обещают приложить максимальные усилия, чтобы качество воды не ухудшилось. Все, что останется на льду, все это естественным образом потом уйдет в воду, ляжет на дно, начнет гнить. Процесс гниения, процессы разложения органики и так далее ухудшают качество воды, органолептические свойства воды. Поэтому, чтобы этого избежать, мы и занимаемся этой работой. Параллельно идет работа и по подготовке к половодью. Инженеры-гидрологи, вооруженные специальными инструментами, замеряют высоту снежного покрова. Запас воды в снеге сейчас немножко меньше нормы. Но учитывая то, что зима была морозной, плотность снега маленькая. Высота средняя 35-45 сантиметров в поле и в лесу. Специалисты говорят, что осадков в этом году выпало мало. И по их расчетам, вероятность выхода рек из берегов и затопления деревень незначительна. Юрий Беспалов, Михаил Балухин, Александр Хоботов. Программа «Город». Далее на третьем канале продолжение программы «Право голоса». В студии была Светлана Митина. Увидимся через 40 минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова